Проблема референции научных понятий. Это видео продолжает тему реализма и антиреализма, научного реализма и научного антиреализма. Итак, что же стоит за научными понятиями? К чему они относятся? Если наша теория реальна, то они должны относиться к нашему... к тому, что существует на самом деле. Если они нереальны, то здесь другая проблема. Итак, я начну с того, как кажется, с такой контраинтуитивного представления. Нам кажется, что если философы являются империстами, то они будут говорить... То есть, империсты — это те люди, которые говорят, что все наши знания мы получаем из опыта. то они должны быть, если вы империст последовательный, то вы должны быть реалистом, потому что, ну, это же опыт. На самом деле это не так. В истории философии империзм имеет очень длинную традицию. Его можно, ну, как минимум, начинать с так называемого британского империзма. Я сделал два главных представителя, вынес их на слайд. Это Джон Лок и Дэвид Юм. И, кончая, заканчивая логическими позитивистами, или, значит, это Рудольф Карнап и Каргемпин, мы уже с ними знакомы. Так вот, интересно, что те люди, которые говорят о том, что, да, мы должны позитивно относиться к нашему чувственному опыту, оказываются в довольно скептической позиции по отношению к реальности того, что описывает научная теория. В чем здесь, я сейчас поясню, в чем здесь смысл? Ну, основная позиция – это то, что наших чувственных данных недостаточно, чтобы говорить о достоверном знании о мире вне нашего сознания. То есть, все ваши чувства, они оказываются у вас в вашем сознании, это феномены вашего сознания. Стоит ли за ними что-то? Ну вот, чтобы пояснить эту мысль, начну, просто поясню ее примером Дэвида Юма, потому что Дэвид Юм, и мы еще будем этого касаться, говорит о том, что каузальные связи, причинные связи, да, причинно-следственные связи, они не даны нам в чувствах. То есть, мы не чувствуем, мы не можем увидеть причину. Мы видим, например, два разных объекта, один, например, мячи в бильярде. Один мяч ударяет другой, тот откатывается. Вы считаете, что первый мяч является, его действие является причиной второго, действия второго. Однако, этого нигде не видно. Мы просто видим действия одного шара и другого шара и придумываем или предписываем этим действиям взаимосвязь, каузальную взаимосвязь, а не, например, корреляцию. Ну, мы еще об этом отдельно поговорим. Мне кажется, сейчас главная идея понятна, что если вы считаете, что вы можете опираться только на данные, которые у вас есть в чувственном опыте, то вы находитесь в сложном положении, потому что многие вещи, которые постулируются наукой, не даны вам в ощущениях. Что здесь и вот в 20 веке это было особенно важной проблемой для философов науки. Проблема называется проблема наблюдаемых и ненаблюдаемых феноменов. Ну, наблюдаемые феномены – это то, что мы можем эмпирически верифицировать. Тут кажется все просто. Вы можете, там, это дерево, да, вы его видите, вот яблоко, оно падает на дерево, да, с дерева, ну, все, тут кажется нормально. Но если мы начинаем говорить о таких научных феноменах, как кварки, атомы, да, вирусы, мы их не наблюдаем непосредственно, мы их наблюдаем только либо через, используя определенные инструменты, да, например, электрический микроскоп, либо описываем их математически, либо то и, ну, понятно, часто то и другое. То есть, и тут для эмпиристов, для эмпириков последовательно становится вопрос, что же это такое, что же такое атомы? Если мы их не видим, ну, можем описывать, может быть, и одно из предположений, как нам быть с ненаблюдаемыми терминами, то есть с терминами, которые относятся к вещам, которые мы не можем наблюдать напрямую, ну, своими глазами. Это такие теоретические конструкции, ну, один взгляд на ненаблюдаемые феномены, которые призваны систематизировать наблюдение предсказаний. Ну, вот, мне кажется, очень хороший пример, демонстрация того, что имеется в виду. Может быть, не Кларке, а то, что мы все понимаем, что этого не существует на самом деле. Предположим, мы хотим, мы занимаемся анализом здоровья населения определенной страны, и мы хотим узнать, сколько людей потребляет алкоголь, или как много их потребляет. То есть мы берем, что мы делаем, да, мы берем количество людей, живущих в этой стране, и количество, например, проданного алкоголя. Ну, и, соответственно, пытаемся понять, какое среднее, ну, вывести среднее. Является ли среднее потребление алкоголя величиной, которое имеет под собой, ну, какой-то факт в реальности. Нет. Да, то есть мы все прекрасно понимаем, что нету никакого среднего, то есть нету людей, которые потребляют среднее количество алкоголя. То есть, может быть, они и есть, но нам они не интересны. Мне интересно, какое количество потребляет среднее, сколько людей потребляет среднее количество алкоголя. Для нас это параметр, который мы можем сравнивать, например, с каким-то другим параметром, да, мы можем посмотреть динамику потребления алкоголя. Это является, то есть, вот такое введение среднего потребления алкоголя в конкретной стране может хорошо систематизировать наше наблюдение. мы можем делать поисказания, да, значит, но при этом мы понимаем, что за этим не стоит никакой реальности. Так же, как если мы возьмем и посмотрим, ну вот, любое среднее, средний рост студента, да, это не то, что мы можем эмпирически данное нам, это конструкт, который нам позволяет систематизировать наблюдение. Вот приблизительно так же или так же, а эмпирики предлагают относиться и катам, к варкам, к тому, что мы, то есть, это хорошо, хорошая модель, она эффективная, и все, но за ней не стоит ничего реального. Мы ее конструируем. Значит, теперь посмотрим термины, которые мы разбирали уже до этого. Теплород и миазма. Значит, теплород считалось до почти что середины 19-го, или по крайней мере до 1-3 19-го века, что теплород это флуид, который отвечает за тепло, миазма это то, причина заболевания холерных, причина заболевания холерой, и вот когда ученые говорят теплород, особенно в 18-м веке, или даже вот в 19-м миазм, что подразумевает ученые под этим? Вот сейчас мы знаем, что этого не существует, не существует такого, не существует флюидов, не существует теплорода, бактерии отвечают за болезни, за холеру, и мы можем сказать, что такая первая, главная, наверное, наиболее распространенная позиция, что теплород и миазма никогда не существовали, это термины, которые, а термины, которые их обозначают, они пустые, то есть вы говорите, понесите мне теплород, нет, никогда этого не могло бы быть, не могло быть, когда Бойль говорил, Роберт Бойль говорил про теплород, на самом деле он, то, что кто, что он считал за теплородом, просто это было другое вещество, совсем не это, да, и люди болели не потому, что они надышались плохим воздухом, а потому, что в воде были бактерии, скорее всего. Другая позиция, это позиция, похожая на позицию Дэвида Блура, о которой мы уже говорили, это понятие относится к терминам, существующим только в рамках парадигмы. Похоже нам и как мы можем прочитать Куна, то есть, вот у нас есть парадигма, где существует теплород, теперь у нас есть другая парадигма, в нем не существует теплород, зато мы знаем, зато в этой парадигме тепло образуется изотрение. Значит, то же самое с миазмами, раньше был плохой воздух в той парадигме, а в этой парадигме это зараженная вода или немытые руки, которые несут на себе бактерии. Но тут возникает другая проблема, проблема так называемой естественных видов. Ну вот, естественные виды, это по-английски natural алканец, это то, что, например, химические элементы или вот, например, животные, рыба. И вот, представим себе, у нас есть человек, который говорит, кит – это рыба. Вот к какому объекту в мире относится это суждение? Значит, проблема заключается в том, что, в том, что рыба – это животное, оно дышит воздухом при помощи легких, является теплокровным и кормит детей, детеныш своих детей молоком, то есть, это не рыба. Значит, когда человек говорит, что… Ну и вот здесь возникает вопрос, если вы говорите, что кит – это животное, это суждение относится к китам, к реально существующим. Когда вы видите, что кит – это рыба, то кажется, что вы то же самое, что с миазмами. Вы имеете в виду пустое понятие. Значит, как с этим быть? Здесь нам могут помочь обращения к теории референции. То есть, как у слов появляется как слова описывают значение. Значит, у нас есть одна теория, дескриптивная теория значения. То есть, значение должно подпадать под конкретное описание. Ну, вот в данном случае кит – это животное, если вы считаете кит – это рыба, то это не так. Значит, вы неправильно употребляете это слово. Значит, но может быть другая концепция. это так называемая каузальная концепция. Ее считается, что ее разрабатывал одним из главных ее разработчиков Пол Скрипки. Еще иногда добавляет Хиллари Паттон. Паттон. Какая идея? Значит, идея заключается в том, что значение слова закреплено через историческую связь употребления, а не через описание. Очень похоже на то, что мы видели с Блуров, ситуация с сильной программой социологии. Значит, согласно Пол Скрипке, у нас есть крипки. Предположим, мы, вот мы увидели Китай, договорились его называть Китом, на русском языке, например. После этого у нас, если у нас меняется представление Китье. Ну, предположим, мы с вами первый раз в средневековье услышали, что есть киты, перевели это на трансгреческого языка и думаем, что это рыба. Но позже мы изменили нашу позицию, значит, знаем, и теперь мы думаем, что киты это животное, что является правильным. И таким образом, вот эта вот кузальная история, значит, значение того или иного слова хорошо описывается кузальной теории полу-скрипки, соло-скрипки. Какие выводы мы можем сделать из этого? Первое. Ненаблюдаемые, напрямую теоретические объекты представляют проблему для эмпиризма. Более того, они еще вызывают новую проблему, например, где грань между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми явлениями. Вот если вы в очках, то уже можно сказать, что вы не наблюдаете это напрямую или нет. Второе. Кузальная теория значения хорошо решает проблему натуральных видов, как в случае с китом. Однако, она не может дать ответ относительно того, насколько реально ненаблюдаемы объекты, описываемые научными теориями. Об этом мы поговорим в следующем видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...